Привет, планета! Меня зовут Ольга Землякова, и это неделя научного мейнстрима. Поехали! Возможно, соседи находятся ближе, чем мы ожидали. Так, в конце июня в журнале Astronomy and Astrophysics была опубликована статья ученых из проекта Carminis о том, что они обнаружили две экзопланеты возле звезды Тигардена. Звезда Тигардена – это красный карлик из созвездия Овна. Была обнаружена в 2003 году. Возраст этой звезды уже достаточно почтенный, перевалила за 8 миллиардов лет, а температура составляет около 3000 кельвинов, что достаточно прохладно. Звезда Тигардена вместе со своими планетами находится от Земли на расстоянии 12,5 световых лет, а это достаточно близко по космическим меркам. Несмотря на то, что звезда относительно холодная и зона обитаемости на ней находится очень близко и сама по себе небольшая по расстоянию, но даже в этой небольшой зоне ученым удалось найти целых две планеты. Как и обычно, имена экзопланет складываются из имени звезды и буквы английского алфавита, начиная с B и далее по порядку. Планеты Тигарден Стар B и C, как я уже сказала, обе находятся в зоне обитаемости, и их массы чуть больше массы Земли. Пока примерный состав этих планет неизвестен, но ученые предполагают, что с такой низкой массой они, скорее всего, каменные. Кроме того, Тигарден Стар B и C на данный момент являются самыми низкими по массе экзопланетами, обнаруженными когда-либо. Период обращения ближайшей планеты, планеты B, составляет около пяти земных суток, а планеты C около одиннадцати. Планета B получает столько же излучения, сколько и Земля от Солнца, но ученые считают, что она все-таки больше похожа на Венеру, нежели чем на Землю. А вот на планету C у ученых уже более позитивные прогнозы. Кроме того, еще один интересный факт. Система звезды Тигардена расположена таким образом, что с 2044 года из этой системы можно будет наблюдать транзит Земли по Солнцу. А еще через несколько десятилетий можно будет увидеть Марс и Меркурий, проходящие по Солнцу. Если, конечно, там есть кому на это смотреть. Ну а следующей новостью мы обязаны аппарату американского космического агентства Джуна. Миссию, изучающую Юпитер с 2016 года, продлили в прошлом году, и ученые продолжают получать информацию. Так, 8 июля в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование, посвященное магнитосфере Юпитера. Оказалось, что электрические токи, проходящие через магнитосферу газового гиганта, не совсем те. Ожидалось увидеть большой постоянный ток, и он там был обнаружен. Его сила составила 50 миллионов ампер. Это невероятно много, но не столько, сколько ожидали ученые. А вот сила и количество переменных токов оказалось большей. Из этого следует, что именно переменные токи отвечают за создание полярных сияний на Юпитере. Магнитное поле Юпитера само по себе достаточно необычно. Мы с вами со школьной скамьи знаем, что у Земли есть два магнитных полюса – северный и южный. А линии магнитного поля выходят из южного полюса и входят в северный. Так вот, Юпитер по сравнению с Землей как растрепанный школьник. Линии его магнитного поля сильно наклонены, а в некоторых местах и хаотично расположены. Также у Юпитера есть магнитная аномалия, которая по своим свойствам напоминает третий полюс. Называется оно «большое синее пятно». Кроме того, магнитное поле Юпитера периодически колеблется. Ученые предполагают, что это происходит из-за мощных ветров, которые практически достигают ядра Юпитера, где уже газообразный водород может проводить электрический ток. Исследователи продолжат изучать магнитное поле Юпитера, так как оно поможет нам узнать больше о магнитном поле нашей с вами планеты. Если вам понравилось это видео и вы узнали для себя что-то новое, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, жмите на колокольчик. Будем делать науку интересной и понятной. Увидимся завтра! Субтитры сделал DimaTorzok